Вторая базовая и неотъемлемая часть теории, в которой нужно очень хорошо разбираться, это то, что свет бывает рассеянный или свет бывает отраженный. Это мы посмотрим не только на практике, но и я немножко нарисую для вас мультик, чтобы это было гораздо лучше понятно, как это работает вообще на очень и очень мелком уровне. Так, друзья, и давайте еще разберемся вот в чем. У нас есть с вами отраженный свет. Все вы слышали этот термин. Так вот, отраженный свет ведет себя немного по-разному на зеркальных поверхностях и на незеркальных поверхностях, на всех остальных, можно так сказать. Давайте посмотрим, как свет ведет себя на зеркальных поверхностях. Так, мы сейчас светим нашим направленным жестким источником света в наше зеркало. То, что он жесткий, там и направленный, не особо важно. Важно то, что мы светим именно в зеркало. Когда он попадает в зеркало, разумеется, свет от него отражается. Угол падения равен углу отражения. Я думаю, Вы знаете, что это значит, что просто прям под таким же точным углом, под которым мы на зеркало направляем свет, под таким же углом обратно он отражается. Так вот, очень важно подметить то, что отраженный свет от зеркала отражается примерно на 99%. То есть он, грубо говоря, не теряет свою мощность. Все фотоны, маленькие частички света, которые попали на это зеркало, они все отразились от него вот прям полностью и полетели дальше. Поэтому обратите внимание на то, что когда я направляю свет напрямую на вот эту вот стену, мы видим довольно яркое пятно. Если я направляю свет на вот это зеркало, то фотоны, то есть частички света попадают в зеркало, отражаются и летят сюда. Это место тоже очень яркое. Оно буквально капельку темнее, чем если я направлю свет напрямую вот сюда. Оно капельку темнее, потому что фотоны пролетели немного большее расстояние отсюда и сюда. То есть если вот эту линию я выпрямлю, грубо говоря, этот угол, это расстояние будет дольше. Поэтому это место становится чуточку темнее, но не сильно. В целом они довольно похожи по мощности, потому что 99% света от зеркала отражается без потери. Вот это стоит учитывать. А теперь давайте направим этот же самый источник света. Точно так же стоит направленным пятнышком на белую пену, которая не зеркало. Она свет отражает не так, она свет рассеивает. Давайте посмотрим, как это выглядит. Обратите внимание, что раньше у нас было прям четкое, четкий контур зеркала, потому что фотоны полностью отражались, угол падения равен углу отражения без потери мощности. А теперь частички света, которые попадают на отраженную поверхность вот сюда, они от этого места разлетаются во все стороны. Свет отсюда летит и наверх, и направо, и вниз, и влево. Посмотрите то, что свет, отраженный от этой пены, попадает на всю стену слева, летит наверх туда, летит на пол, пол белый, и по факту даже летит вам в камеру. То есть свет, отраженный от этой пены, разлетается просто во все стороны. То же самое происходит, если я свет направлю сюда. На самом деле отражение от этого пятна сейчас светит на меня, по сути, и на вас, и на белую пену. То есть свет от этого пятна сейчас тоже разлетается во все стороны. По факту вот этот свет направленный, вот так он на меня попадает, а вот так он на меня напрямую не попадает. Единственный свет, который есть сейчас во всем этом помещении, в этом помещении сейчас вообще темно. То есть если я сейчас выключу вот этот свет, тут вообще ничего не останется. Вот. Если я его включаю, то у нас вот этот свет направленный светит вот в это пятно, и больше никуда. Получается то, что на меня свет попадает только отраженный от этого пятна. Весь свет, который сейчас есть в этом помещении, это все отражение от этого пятна. Получается то, что свет, попадающий на незеркальную поверхность, вот на эту, разлетается просто во все стороны и летит и наверх, и налево, и направо, и в том числе на меня. Вот это огромная разница между отражением света от зеркальных поверхностей и от остальных, то есть, грубо говоря, от матовых поверхностей. Мы сейчас посмотрим еще, как это выглядит схематически. Мы сейчас это нарисуем в такой мини-мультик. Это, может быть, будет еще чуть-чуть более наглядно, и немного лучше поймем, почему это происходит. Для того, чтобы адекватно и правильно понять вообще, как работает процесс рассеивания, нам нужно очень сильно приблизиться и увидеть, как на самом деле детально выглядит любая поверхность, кроме зеркальных. Вот сейчас мы с вами видим то, что поверхность, по сути, любая, кроме зеркальной, очень неоднородная. И фотоны, это маленькие частички света, они, конечно же, в жизни гораздо меньше и гораздо больше, чем у нас сейчас в мультике, но принцип вы понимаете. Они, попадая на эту неоднородную поверхность, просто отражаются от нее и разлетаются во все стороны довольно хаотично. И, учитывая масштабы и количество фотонов, свет разлетается довольно однородно, допустим, от обычной белой стены. Примерно тот же принцип происходит, если мы говорим про рассеивание через ткань. Полупрозрачные белые ткани, которые мы называем фростами, или, допустим, может быть, внешняя ткань от софтбокса, или это может быть фрострама, что, по сути, практически одно и то же. Свет, который проходит через фростраму или просто через фрост, то есть через рассеиватель, на выходе с другой стороны рассеивателя тоже разлетается во все стороны, как раз-таки благодаря такому же самому принципу. То есть процесс рассеивания света является ничем иным, как просто-напросто отражение фотонов от неоднородной поверхности. Безусловно, еще одна очень важная тема, по сути, это термины, которыми мы с вами регулярно апеллируем. Это то, как мы вообще свет называем в световых схемах. Я имею в виду слова, которые вы точно слышали. Рисующий, контровой, фоновый, заполняющий, моделирующий. Давайте их проговорим. Я думаю, что интуитивно вы практически все из этого понимаете. Быстенько пробежимся, проиллюстрируем и поедем дальше. Итак, первое и самое главное — это светорисующий. Рисующим светом мы называем свет, который основной. Он создает как бы основной светотеневой рисунок, направлен, безусловно, на модель, задает все настроение картинки. Он может быть мягкий, жесткий, он может быть разной контрастности. Грубо говоря, это ваш главный источник света, который направлен на модель. Если у вас источников несколько, то рисующим мы назовем тот, который направлен на модель. Если мы снимаем длинным светом, ну, соответственно, окошко, оно у нас и выполняет эту функцию. В общем, если еще разок и в двух словах, то рисующий свет — это свет, который создает основной светотеневой рисунок на модели. Второй вид источника света — это свет, который используется просто в каждой съемке. Вы не всегда его ставите отдельно, иногда рисующий свет выполняет эту функцию тоже. Это свет фоновый. Фоновый свет — это, по сути, любая подсветка фона. Тут надо сказать, что в качестве фона у вас может быть все что угодно. Это не обязательно циклорамы или бумажные фоны. Это может быть интерьер, возможно, вы снимаете на локации, может, вы снимаете в коридоре, неважно. Фона может быть все что угодно. Подсветить это можно как угодно. Здесь бесконечное количество вариантов. Поэтому чего-то суперконкретного тут не просто сказать. Для этого как раз и нужно вам изучать все насадки в отдельности. Ну, не суть. В общем, вы можете отдельно подсвечивать фон какими-то определенными насадками, как вам надо. Как сейчас у меня за спиной. Вы можете ставить рисующий свет так, чтобы он выполнял функцию фонового света и подсвечивал вам фон в том числе. Следующий вид источника света. Вы очень много раз слышали это слово. Все прекрасно понимают, что это. Это свет контровой. Контровой свет, он всегда стоит где-то позади нашего объекта съемки. Направлен, грубо говоря, нам в спину. То есть модели в спину. И он подсвечивает контур модели. Контровым светом может быть отдельный источник, который выполняет именно эту функцию. И вы его прям специально поставили как контровой свет. Но очень часто бывает такое, что вы, допустим, подсветили белый фон. Он у вас довольно яркий в кадре. И он начинает просто сам контровить. То есть отраженный свет от циклорамы или от белого фона начинает попадать в модели на скулы, на виски и добавлять контровой свет. Хотите вы этого или нет. Это можно регулировать за счет расстояния, за счет флагов. То есть вы можете это убрать или специально добавить. Для того, чтобы очень хорошо контролировать то, как фоновый свет начинает контровить, вам нужно иметь много практики и хорошую теорию. Как раз то, чем мы будем с вами заниматься весь год. В общем, контровой свет – это штука, которую вы можете отдельно добавить для того, чтобы подсветить контур модели. Или он может появиться сам, допустим, от фонового света. Это нужно уметь замечать на съемке и контролировать. Еще один источник света, еще один тип источника света – это светомоделирующий. Я сам этот термин не часто использую, не очень люблю прям им апеллировать, но он в световых схемах как-то часто проскакивает. Давайте немножко его проговорим. Моделирующий свет – это какой-то дополнительный блик, который, как правило, где-то сбоку на модель светит. То есть он как бы и не рисующий, то есть не создает основной сантиневой рисунок. И не контровой, который все-таки сзади стоит и прям тоненько подсвечивает контур. А он может просто где-то быть сбоку и добавлять какой-то дополнительный блик. То есть, грубо говоря, моделирующий свет – это просто дополнительный блик на модели. Очень подробно, мне кажется, про него особо не поговоришь, потому что это супер индивидуальная штука, и, как правило, вы его добавляете осознанно, если он прям нужен, но, скорее всего, не часто. Источник света, про который нужно очень подробно поговорить, и который мы будем разбирать регулярно с каждой насадкой, это свет, который называется свет заполняющий. Заполняющий свет — это на самом деле самый сложный источник света, и, грубо говоря, то, как вы хорошо умеете ставить заполняющий свет, говорит о том, насколько вы профессиональный, опытный фотограф студийный. Заполняющий свет — это свет, который регулирует контрастность тени, и он может вашу картинку сделать менее контрастной, то есть тени могут быть светлее, или более контрастной, то есть тени могут быть темнее. Заполняющий свет, его вся коварность в том, что он, как правило, регулярно появляется сам. Если на вашу картинку влияет дневной свет, он появляется. Если вы поставили рисующий свет так, что он попадает на соседние стены, то у вас появляется заполняющий свет. Заполняющий свет может появляться от фонового света. Заполняющий свет вы можете сами добавить с помощью пены или дополнительного источника света. То есть заполняющий свет, он практически всегда есть, и его очень сложно контролировать, потому что если вы снимаете, допустим, в небольшой белой студии, там метров 50, и там все стены белые, а сегодня большинство студий такие, то как бы вы там не ставили свой обычный софтбокс без сот, у вас в студии будет сразу очень много заполнения, и все тени сразу будут очень светлые. Чуть более подробно мы про это будем говорить потом, я эту тему буду затрагивать на каждой серии нашего курса, которая будет выходить, поэтому этот свет в итоге мы поймем очень хорошо, за это я ручаюсь. Но просто помните, что заполняющий свет на самом деле гораздо сложнее, чем кажется, он, как правило, сам лезет, его сложно убрать, его проще добавить, чем убрать, и это одна из самых сложных тем вообще в свете в принципе. Друзья, мы проговорили, что такое рисующий, контровой, фоновый, заполняющий свет, давайте на практике это поставим вот прям на модели, как это все вживую смотрится, и гораздо более наглядно увидим это на живом примере.